Здравствуйте, дорогие друзья! Будете жаловать, Эдуард. Спасибо. Вот сейчас все это время вы настраивались на правильную волну. Это было, конечно, не особо страшно, но уже как-то задумчиво. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня вы услышите два рассказа. Я пока представлю вам традиционно всех, кто сейчас находится. Но, собственно, проект «Умэн» вы уже знаете. Андрей Эдисон. Михаил Габович. Наш литературный редактор Сергей Чикмаев. Ваш похорный слуга. Я передаю микрофон Сергею, и он вас вкратце настроит тоже на нужный лад. Объяснит, что такое хоррор, что такое саспенс в литературе. Чем это отличается? А, да, есть еще один термин, который я, честно говоря, до сих пор не слышал даже. В общем, милости прошу. Добрый вечер, друзья. Как-то неинтересно даже начинать традиционные фразы о том, что у нас сегодня уникальное выступление. Как обычно оно у нас всегда уникальное. Особенно в такой замечательной атмосфере. Сейчас чуть стемнеет. Надеюсь, памперсы все захватили. Ну и немножко, как обычно, со стороны литературного редактора, буквально 10-15 слов о том, что же мы сегодня читаем. Ну, мне очень часто от вас остается, где же Сергей иностранные рассказы. Поскольку меня пинают больно и часто, я стараюсь этот вопрос немножко решать. И сегодня мы прочитаем такие иностранные рассказы. Так что можно хлопать. В первую очередь, хлопать нужно не мне, а нашим друзьям из литературного журнала «Ужасов Даркер». Если кто помнит выступление на Хэллоуин 2016 года, был у нас в гостях этот журнал. Мы читали два совершенно жутких рассказа про конфетку, если кто помнит. Очень был страшный рассказ еще про ведьму. Так вот, в тот момент, когда мы просили у ребят несколько рассказов, они дали нам достаточно большой пакет. И с того момента у нас лежало несколько замечательных хорроров. Мы все ждали, когда же мы сможем их вам прочитать. Ну и, собственно, вот выпал замечательный случай. Мы узнали о том, что у нас есть время вечернее на театре Фиди. Лес, хомары, темно, страшно. Сейчас еще Алекс Бунис подбавит нам тут с этих кошмаров. Михаил поставит нам добрую, позитивную музыку. А когда я отбирал тексты, передо мной стояла такая дилемма. Два свободных рассказа было. Во-первых, рассказ Грэма Мастертона и рассказ Томаса Леготья, который мы будем читать сегодня. Но вот такая незадача, что Грэм Мастертон, который считается сейчас классиком английских ужасов, он немножко невоздержан. Есть такой жанр, называется он джа-ло. Жанр итальянских ужастиков, который имеет немножко такой даже уклон в эротику, иногда даже в порнографию. Вот почему-то Мастертона в эту сторону куда-то пугало, и рассказ даже не 16 и не 18, плюс а 21. А поскольку, сколько бы мы не предупреждали, все равно к нам на выступлениях ходят с детьми, мы решили, что Мастертона мы пока отложим. Поэтому сегодня вы будете слышать рассказ Томаса Леготья, а вторым рассказ самого, наверное, мрачного, чудовищного автора, хоррора русскоязычного Андрея Дашкова. Предупреждаю сразу, это оба текста немножко литературные эксперименты. Они написаны в классической манере хоррора повествовательной, в рассказах очень мало диалога, они построены именно на давлении текста. Ну, поскольку читать их будет Влад, а голос Влада мы все знаем. Я предупредил насчет Патреса, вы думаете, я пошутил? Вам еще уезжать отсюда, идти через парк потом. Так что готовьтесь. Два замечательных рассказа, очень похожие друг на друга, но в то же время совершенно разные, потому что используют разные культурные контексты. Ну, не буду долго занимать ваше внимание, хочу только напомнить, что кто опять же оказал книги и в этот раз не заберет, подойду и подарю первому попавшемуся человеку в ряду. Вот-вот. Спасибо, передаю микрофон Владу, он расскажет вам о развитии. Спасибо, но что еще рассказывать? Действительно, Михаил сейчас создаст звуковую атмосферу музыкой, Алекс Бунис покажет нам страшные картинки, ну и подо все это я постараюсь соответствовать. Первый рассказ, который вы сегодня услышите, называется «Сон манекена», и написал его, как уже было сказано, Томас Легольти. Перевод Владислава Женецкого. Перевод Владислава Женецкого. Практически небывалые, мы начинаем ровно в 21.01. Томас Легольти. «Сон манекена». Однажды в среду, ровно в 2 часа дня, в мой кабинет вошла девушка. Это была ее первая сессия, и представилась она Эми Локер. «Разве ты не рассказывала, что когда-то у тебя была кукла с тем же именем?» В сложившихся обстоятельствах я не вижу грубого нарушения профессиональной этики в том, чтобы использовать реальное имя пациентки, когда буду рассказывать тебе про ее случай. «Определенно нас объединяет этика, Машлярами. Кроме того, мисс Локер дала мне понять, что ко мне ее направила именно ты. Ничего зловещего в этом как будто не было. Возможно, рассуждал я, вас с девушкой связывают такие отношения, что принимать ее в качестве пациентки тебе неловко. Собственно говоря, для меня до сих пор остается неясным, любовь моя, насколько глубоко ты замешана в том, что принесла мне встреча с миниатюрной мисс Л. «Потому прошу простить невозможные глупости, которые могут в голос заявить о себе по ходу этого послания». «Поначалу, когда мисс Локер устроилась на стуле с кожаной обивкой, едва ли не боком, как на дамском седле, у меня сложилось впечатление, что передо мной напряженная, взбудораженная, но в целом деятельная и даже своекорыстная молодая женщина. Ее одежда и аксессуары, как я отметил, были выдержаны в классическом стиле, который обычно предпочитаешь и ты. Не буду расписывать подготовительную часть нашей беседы, типичную для первой сессии, хотя мы можем обсудить этот и другие вопросы за обедом в субботу, если только захочешь. Вскоре мы уже перешли к непосредственному поводу, вынудившему девушку обратиться ко мне. Им оказалось, как тебе может быть, а может и не быть известно, тягостное сновидение, посетившее мисс Локер не так давно. Далее последует изложение этого сна в том виде, в каком я перенес его с диктофонной записи от 10 сентября. Во сне у нашей пациентки новая жизнь, по крайней мере, на его, у нее другая работа. В начале разговора она сообщила мне, что уже около пяти лет занимает должность секретарши в фирме, производящей инструменты и промышленные штампы. Быть может, это изящный штрих твоих рук дела? Заштамповать до беспамятства. Однако во сне она оказывается сотрудницей модного магазина одежды, причем с большим стажем. Как у свидетеля обвинения, которым власти в целях безопасности измышляют новые личности, у нее в грезах существует, пусть не высказанная, но все же полноценная биография. Удивительный выверт сознания. Судя по всему, в ее новые профессиональные обязанности ходит менять одежду на манекенах, стоящих в уличной витрине, причем согласно какому-то таинственному, непонятному графику. Более того, у нее возникает чувство, что все ее существование рабски подчинено единственной цели – одеванию и раздеванию этих угол. Такая участь крайне ее угнетает, и ее анимус целиком сосредоточен на манекенах. Таков общий фон сновидения, который теперь начинается как таковое. В один особенно унылый день в пределах этого рабского бытия наша одевальщица манекенов приходит на работу. Ей досадно и страшно. Последняя эмоция на этом этапе сновидения – некая иррациональная данность. Ее дожидается небывалое количество новой одежды, в которую нужно облачить толпу манекенов в витрине. Их тела – не теплые, не холодные, неприятные на ощупь. Обрати внимание на редкий пример восприятия температуры в сновидениях, пускай нейтральной. Она с тоской озирает ряды лиц, словно нарисованных пастелью, а затем говорит – «Довольно танцев, пора одеваться, спящие красавицы!» А в этих словах нет ничего спонтанного, как будто они ритуально произносятся перед началом каждого одевания. Но ход сна меняется, прежде чем пациентка успевает сделать что-то хоть с одним из манекенов, которые уставились в пустоту предвкушающим взглядом. Рабочий день закончился. Она вернулась в свою маленькую квартирку, там ложится спать и видит сон. Мисс Локер всячески подчеркивает, что этот сон уже не ее, а одевальщице манекенов. Одевальщице снится, что она у себя в спальне. Однако эта ее спальня, судя по всему, представляет собой залу со старинной обстановкой размером с небольшой театром. Помещение тускло освещено настенными лампами, отделанными драгоценными камнями. Свет как-то стеклянно ложится на ковер со сложным узором и антикварную мебель, массивную и обильно лакированную, расставленную по комнате тут и там. Спящая воспринимает эти предметы скорее как чистую идею, нежели чем физические объекты, поскольку очертания их расплывчатые и повсюду лежат тени. Тем не менее, одна деталь видится ей весьма четко. Это главная особенность залы. Одна из стен полностью от пола до потолка отсутствует. Вместо нее открывается вид на усеянную звездами черноту, которую пациентка видит либо через огромное окно, либо иррациональным образом в не менее огромном зеркале. Так или иначе, этот лабиринт из звезд и черноты подобен колоссальной фреске и намекает на неопределенное расположение комнаты, которая до той поры казалась уютно разместившейся на перекрестии известных координат. Теперь это лишь точка, затерянная в неведомой вселенной сна. Спящая находится на противоположном конце помещения относительно звездной бездны. Сидя на краю какого-то дивана без подлокотников и спинки, отделанного изысканной парчевой тканью, она смотрит перед собой и ждет. Без дыхания, без сердцебиения, и основидческой личности эти функции без нужды. Все погружено в тишину. Эта тишина, однако, неким образом наполнена странными колебаниями сил, которых спящая не может толком описать. Безумная физика, электризующая атмосферу демоническими токами, которые таятся сразу за порогом физического восприятия. Все это воспринимается посредством каких-то смутных, чисто снабинческих чувств. Затем возникает новое ощущение, несколько более конкретное. От того большого зеркала или окна тянет стужей. Возможно, теперь это всего лишь зияющий проем, безо всяких окон, выходящий в холодную пустоту. Внезапно нашу спящую охватывает совокупный ужас. Перед всем, что с ней происходило, происходит и еще произойдет. Нисходя со своего неудобного дивана, она обшаривает помещение взглядом в поисках источника этого ужаса. Многие места для ее взора недоступны, как на картинке, которую местами заштриховали, но ничего особенно пугающего она не видит и на мгновение успокаивается. Но ужас захлестывает ее с новой силой, когда она осознает, что не проверила позади себя и, кажется, физически не способна на это. У нее за спиной находится нечто. Вот жуткая истина. Она почти знает, что это за сущность, но некая анаерическая афазия не дает ей не произносить слов, неясно мыслить. Ей остается только ждать, надеясь, что вскоре внезапное потрясение вырвет ее из сна. Теперь она понимает, что она спит, по какой-то причине думая о себе в третьем лице. Слова «она спит» неким образом становятся мотивом, пронизавшим все окружающее. Это подпись под самим сном в самом несу. Это голоса, эхом разносящиеся по зале. Это надпись на полосках бумаги, как в печенях с предсказаниями, спрятанных по ящикам комодов. Это заезженная пластинка, которая крутится и крутится на старом патифоне в голове спящей. Потом все слова, составляющие эту монотонную формулу, выбираются из своих разнообразных укрытий и опускаются где-то за спиной, спящие, словно стая птиц. Там они какое-то время щепечут, как на застывших плечах статуи в парке. Спящий все именно так и представляется, включая сравнение со статуей. Взади нее нечто по природе схожее со статуей, и оно приближается. Это нечто излучает ауру жгучего напряжения и подбирается вплотную. Его громадная тень падает на пол и растекается вокруг ее собственной. Она по-прежнему не в силах обернуться. Суставы и все тело одеревенеет. Может, получится закричать, думает она и делает попытку. Ничего не выходит, потому что рот ей уже зажала ладони. Уверенная. Еле теплая. Ощущение от пальцев на губах спящей, как от толстых пастельных мелков. Затем она видит, как из-за ее левого плеча вытягивается длинная тонкая рука и трясет у нее перед носом какими-то грязными обносками, заставляя их плясать. И в этот момент бесстрастный шипящий голос шепчет ей в ухо. Пора просыпаться, куколка. Спящая пытается отвести взгляд, только глаза ее и слушаются. Тут она впервые замечает, что в комнате повсюду, в затененных местах, лежат люди, одетые, как куклы. Их тела осели, рты широко разинуты. Они не выглядят живыми. Некоторые вправду обратились в кукол. Их плоть утратила податливость, глаза влажный блеск. Другие пребывают в различных промежуточных состояниях между человеком и куклой. Спящая с ужасом осознает, что и ее рот широко открыт и почти не закрывается. Но вот, наконец, обретя силу в страхе, она поворачивается лицом к зловещей силе. Тут сон достигает крещенда, и пациентка просыпается. Однако не в кровати одевальщицы манекенов, видевшей сон во сне, она перенеслась на спутавшиеся, но реальные простыни, которые принадлежат ее секретарской ипостаси. Не вполне уверенная, кто она и где она, первым делом после пробуждения мисс Локер стремится закончить движение, которое начала во сне. То есть обернуться и посмотреть, что сзади нее. Гипнопомпическая галлюцинация, которая за этим последовала, стала для нее весомым поводом, чтобы обратиться к услугам психиатра. Взглянув себе за спину, она увидела не только привычные изголовья и голую стену над ним. Из этой лунно-белой стены выдавалось лицо женского манекена. В этой иллюзии пациентку больше всего встревожило то, и здесь мы собираемся еще глубже, хотя и так уже были на зыбкой почве, что лицо не растворилось на фоне стены, как обычно бывает, когда видишь что-то с просором. Скорее, этот выступающий лик одним плавным движением ушел обратно в стену. На крики пациентки сбежалось немало обеспокоенных людей из соседних квартир. конец сна и связанных с ним переживаний. Дорогая моя, ты наверняка можешь представить мою реакцию на вышеизложенное психическое повествование. Каждая нить, за которую я тянул, вела к тебе. Характер сновидения мисс Локер и по атмосфере и по сюжету живо напоминает о вопросах, которыми ты занимаешься вот уже несколько лет. Разумеется, я имею в виду все объявлющее космическое настроение сна мисс Локер и то, как пугающе он заотносится с определенными идеями, даже теориями, которые, на мой взгляд, заняли чересчур важное место и в твоих угла и в твоей вии. В частности, я говорю и на мирье, которое ты, по твоим словам, открыла путем, сочетая оккультные практики с глубоким анализом. Позволь мне отклониться от темы и коротко прокомментировать сказанное. Милая, не то чтобы я против, чтобы ты изучала гипотетические модели реальности, но почему именно эту? Зачем приписывать этим мелким зонам, как ты их называешь, такие отталкивающие атрибуты, точнее, антиатрибуты, если уж использовать твой жаргон. Эксцентричные шутки об этом странном предмете и фразочки вроде «очаги интерференции», «космостатические помехи» создают неверное впечатление о твоих талантах в качестве мыслящего представителя нашей профессии. Ну и прочее. Непредставимая жуть, искажения связей, которые якобы имеют место в таких зонах, эти игры с реальностью и прочая трансцендентная чушь. Знаю, стараниями психологии на картах сознания можно найти и до негде своеобразные территории, но ты настолько углубился в ультраментальные задворки метафизики, что можешь, боюсь, и вовсе не вернуться, по крайней мере, без ущерба для своей репутации. Если рассмотреть сновидение мисс Локер через призму твоих идей, то можно заметить некоторые параллели, особенно в запутанном сюжете ее грез. Но знаешь, когда эти параллели прямо-таки сразили меня как удар молотом, после того, как она закончила свой рассказ, уже приняв нормальную позу, мисс Локер высказала несколько замечаний, которые явно были призваны передать весь масштаб ее мук. Очевидно, она сочла Терри Гер сообщить мне, что после эпизода со сном у нее стали зарождаться сомнения относительно того, кто она на самом деле. Секретарша, одевальщица манекенов, другая, другая, другая. Конечно же, она сознавала свое истинное и действительное я, просто некое новое чувство нереальности делало эту уверенность неполной. Как ты, несомненно, видишь, упомянутые личностные фокусы соответствуют агрессии против я, которая характерна для этих твоих зон, как ты заявляешь. И каковы же границы я? Нет ли общности между внешне не связанными предметами? Как соотносится одушевленная и неодушевленная радость моя? Ну, скучно же. Это напомнило мне ту затасканную притчу про китайца Джон Зи, которому снилось, что он бабочка, но когда он проснулся, то сделал вид, будто не знает, кто он. Человек, которому снится сон про бабочку или бабочка, которой сейчас снится сон и тому подобное. Вопрос вот в чем. Снятся ли бабочкам сны? Ответ нет. Обратись к научным трудам по теме, ну, хотя бы раз. На том и делу конец. Однако, возразишь ты без сомнения, что если сновидец не человек и не бабочка, а то и другое сразу, или не то и не другое, или, допустим, и вот так, мы могли бы продолжать очень долго и продолжали. Наверное, самая отвратительная концепция, которую ты разработала в рамках темы, это твой так называемый всемышний мазохизм или доктрина о большом я, терроризирующем собственные мелкие осколки. То самое совсем другое, что терзает человека бабочку жуткими подозрениями, а не ведется ли в его самокупной голове некоторая игра. Проблема в том, возлюбленная моя, что ты с таким упорством настаиваешь на объективной реальности всего этого и что порой тебе удается заражать своими специфическими воззрениями другим. Меня, например. Выслушав рассказ Мисс Локер, я поймал себя на мысли, что подсознательно анализирую ее сон с твоих позиций. Ухножение ее ролей, в том числе обмен ролями с манекеном, действительно заставило меня задуматься о некой божественной сущности, которая разбивается на осколки и пугает саму себя, чтобы развеять космическую скуку, что вроде бы не редкости среди немалого числа почтенных богов мировых религий. Я также вспомнил о твоем всевышнем сновидении, этой штуке, которая в собственном мире всесильна. размышляя о мире из сна мисс Локер, я глубоко прочувствовал тот старый трюизм о селепсическом грязящем божестве, который повелевает всем, что видит, и все это лишь оно само. И мне даже пришло на ум неизбежное следствие, вытекающее из селепсизма. Если в любом сновидении во вселенной некто вынужден всегда допускать, что существует и другая вселенная, вселенная после пробуждения, а после встает вопрос, как в случае с нашим засонья-китайцем, когда некто в самом деле спит, и что собой может представлять его я из яви, то этому нашему некто не узнать никогда. Тот факт, что подавляющее большинство мыслителей отвергают доктрину селепсизма во всех формах, говорит о неотъемлемом ужасе и омерзительной нереальности его выводов. В конце концов, кошмарные чувства нереального намного чаще возникают у некоторых людей в рамках того, что мы называем человеческой реальностью, чем в человеческих снах, где все абсолютно реально. Видишь, до чего ты меня довела? По хорошо известным тебе причинам я всегда пытаюсь поддержать твою аргументацию, любовь моя. Не могу удержаться. Но, по-моему, тебе не стоит распространять свое влияние на невинных людей вроде этой девушки. Должен признаться, я загипнотизировал, мисс Локер. Ее бессознательные показания во многом изобличают тебя. Она чуть ли не настаивала на гипнозе, считая, что так будет легче всего доискаться до источника ее проблем. Уступив ее отчаянным мольбам, я согласился. По счастливой случайности меня ожидало одно открытие. она оказалась прекрасным объектом гипноза. Мы решили ограничиться проникновением в тайну ее сна. По моей просьбе мисс Локер начала рассказывать все заново, поскольку в гипнотическом состоянии память работает точнее. Предыдущий вариант оказался поразительно полным, за исключением важной детали, до которой я скоро дойду. я велел ей поподробнее остановиться на том, какие чувства она испытала во сне и какой смысл усматривала происходящим, если вообще усматривала. Ее ответы на эти вопросы сбивались временами на бессвязный язык сновидений бреда. Она рассказывала ужасающие вещи про жизнь, про иллюзорность, про грезы, о плоти. Думаю, нет нужды передавать здесь этот шуткий вздор, поскольку примерно то же самое говорила мне и ты в одном из своих состояний. Ну, серьезно, ты так много говоришь и думаешь об этих своих зонах метафизически освежованного яшка, даже противно. Та мелочь, о которой мисс Локер упомянула только под гипнозом, которую я опустил чуть выше, объясняла весьма многое и намекала на тебя. Когда пациентка описывала сцены из своей сновидческой драмы в первый раз, она забыла либо просто не пожелала распространяться о присутствии еще одного персонажа, скрывающегося на заднем плане. Это была хозяйка упомянутого модного магазина, властная начальница, роль которой исполняла некая дама-психоаналитик. Не то, чтобы ты появлялась на сцене, даже эпизодически, тем не менее, в состоянии гипноза, мисс Локер мимоходом обмолвилась работодателе своего анаэрического «Я». Это была одна из многочисленных предпосылок, образующих основу сна. То есть, ты, дорогая, присутствовала в гипнотической повести мисс Локер не только душой. Это открытие оказало мне неизмеримую помощь в обобщении улик против тебя. Однако же природа улик была такова, что я не мог исключить возможности сговора между тобой и мисс Локер. Поэтому я воздержался от вопросов касательно отношений моей новой пациентки с тобой, а также умолчал о сведениях, озвученных ею под гипнозом. Я решил считать ее соучастницей, пока не будет доказано обратное. Впрочем, я рассматривал и другие версии, особенно когда выяснилось, что мисс Локер необыкновенно восприимчива к гипнозу. Разве не может быть такого счастья мое, что невероятный сон мисс Локер был подсказан ей путем постгипнотических внушений, в которых ты достигла такого мастерства? Насколько знаю, лабораторные эксперименты в этой области проходят порой с пугающим успехом, но пугающие безусловно твоя специальность. Еще один вариант изучения телепатических снов, которым ты питаешь немалый интерес. Так чем же ты занималась в ночь, когда мисс Локер мучилась со своим сном? Ты была не со мной, вы же, я-то знаю. И сколько из этих фантомов были спроецированы на ментальный экран моей бедной пациентки из внешнего источника? Это лишь горстка из тех диковинных вопросов, которые в последнее время возникают сами собой. Но ответы на подобные вопросы прояснят лишь средства, избранные тобой для этого преступления. Как насчет мотива? Здесь мне не придется особо задействовать свои умственные резервы. Кажется, ты не остановишься ни перед чем, лишь бы навязать свои идеи остальному человечеству пациентам, увы, коллегам назойливо и мне с любовью надеюсь. Понимаю, одинокой провидице наподобие тебя трудно оставаться безвластной и незамеченной, но ты избрала столь эксцентричный путь, что, боюсь, лишь единицам хватит смелости последовать за тобой в эти царства иллюзии и страданий, по крайней мере по доброй боли. И это возвращает нас к мисс Локер. К концу нашей первой и единственной сессии я все еще не определился сознательно она тебе содействует или нет, поэтому на твой счет помалкивал, как воды в рот набрал. Она также не указала на тебя хоть с какой-то конкретностью за исключением, конечно же, признания под гипнозом. Как бы то ни было, она и в самом деле производила впечатление искренне встревоженной молодой дамы и попросила выдать ей рецепт. Подобно доктору Бавари, который пытался избавить свою супругу от тягостных снов, прописывая ей валериану и камфорные ванны, я подсказал мисс Локер план обретения покоя, частью которого были валю и общение. Последнее рекомендую и нам с тобой куколка. Далее мы договорились встретиться ровно через неделю и в то же самое время. Мисс Локер как будто была исполнена благодарности, хотя и не настолько, если верить моей секретарше, чтобы внести плату за прием. Куда она попросила нас направить счет, ты узнаешь чуть позже. В следующую среду мисс Локер навстречу не явилась. Это меня не особенно насторожило, поскольку тебе известно, многие пациенты, вооруженные рецептом на транквилизатор и единственным сеансом терапии приходят к выводу, что дальнейшая помощь им не требуется. Однако к тому времени я проникся личным интересом к случаю мисс Локер и потому был крайне разочарован, что мне не представится возможности работать над ним и дальше. Когда истекли 15 минут ожидания, я попросил секретаршу позвонить пациентке по оставленному ею номеру. С моей предыдущей секретаршей, а, бедняжка, это было бы сделано автоматически. В общем, новая девочка вовсе не так хороша, как вы говорили, доктор. Не стоило идти у тебя на поводу и брать такую работницу, но это уже мой промок, верно? Несколько минут спустя Мэгги вошла в мой кабинет, в теории уже попытавшись связаться с мисс Локер. С каким-то даже загадочным нахальством она предложила мне набрать номер самому, положив передо мной карточку со всеми данными новой пациентки. Затем она покинула комнату, не сказав более ни слова. Сколько же наглости в этой будущей безработной. Я позвонил по номеру, при этом на моем кнопочном телефоне случайно сложилась мелодия песенки про Мэрии Барашка и после второго гудка трубку взяли. Голос принадлежал молодой женщине, но никак не мисс Локер. Так или иначе ответ подразумевал, что номер неверный, правильный, но неверный. Тем не менее, я поинтересовался, можно ли по этому или какому-то добавочному номеру связаться с некой мисс Локер. Но голос сознался в полном неведении относительно существования человека с таким именем. Поблагодарив женщину, я повесил трубку. Прошу меня простить, радость моя, но к тому времени я начал чувствовать себя жертву, и чьего-то розыгрыша. Твоего, точнее говоря. Мэгги, спросил я по-внутреннему, скольким еще пациентам назначено на сегодня? Одному, незамедлительно ответила она, а затем, хотя ее не просили, добавила, но я могу отменить, если хотите. Я сказал, что хочу, и что до конца дня меня не будет. В мои планы входило нанести визит мисс Локер по адресу, указанному в ее карточке. Тоже фальшиву, но скорее всего. У меня было подозрение, что адрес приведет меня в ту же географическую точку, что и связующая электронная нить подложного телефонного номера. Разумеется, мне не составило бы труда уточнить это, и не выходя из офиса, но, зная тебя, милая, я предположил, что личный визит себя оправдает. Так и оказалось. Дом находился в часе езды в фешенебельном районе на противоположном конце города того фешенебельного района, в котором располагается мой офис. И мне хотелось бы, чтобы ты тоже сменила адрес, разве что, по какой-то причине тебе требуется пребывать рядом с трущобами, этим источником излучения, вещающим на частотах хаоса и запустения, как ты и сама, наверное, утверждал бы. Я припарковал свой большой черный автомобиль на указанной улице, которая оказалась главной в торговом районе пригорода. Это было в прошлую среду. Если помнишь, день выдался довольно необычный. Данное обстоятельство я не считаю частью твоих происков, имевших цель устроить мне приключения. Большую часть утра погода была пасмурной и хмурой, а во второй половине дня так преждевременно стемнело, что на небе четко виднелись звезды. Собиралась гроза, и воздух был наэлектризован у местной тревогой, предшествующей потопу. Витрины магазинов излучали мягкий свет, а ювелирный салон, который я заметил краем глаза, мерцал электрическим великолепием. Я шел в тишине вдоль шеренги деревьев. Каждый тонкий ствол у тротуара был обложен затейливой мозаикой. Все до одного листочки трепетали. Конечно же, нет необходимости и дальше расписывать атмосферу места, где ты и любовь моя и сама бывала много раз. Я всего лишь хотел показать, насколько остро проникся неким зловещим настроением, насколько созрел для последовавших вскоре хорошо спланированных фокусов. Отличная работа, доктор. Что же до расстояний, то уже через несколько унылых кварталов я оказался перед домом, где якобы жила наша мисс Эл. В той минуте было яснее ясного, чего мне ждать. Пока что сюрпризов не было. Оглядев неоновую выписку, я услышал голос молодой женщины, шепчущей мне в ухо «Мадемуазель Стилл» с искусственным французским акцентом. Сильвупля? А ведь это именно тот, разве нет, магазин, где ты, похоже, и сама покупаешь немалую долю своих очаровательных одеяний. Однако со своими ожиданиями я забежал вперед. «Чего я не ожидал, так это небывалых ухищрений, на которые ты пошла, чтобы разжечь во мне чувство странного откровения. Скажи, прошу, не для того ли это было сделано, чтобы прочнее связать нас с всевышными узами нереального? В общем, в витрине «Мадемуазель Стилл» я увидел то, что по твоему замыслу и должен был увидеть, как мне представляется, по крайней мере. Он даже был одет в тот же комплект с клетчатой юбкой, в котором, помнится, мисс Локер явилась на нашу первую встречу. И должен признать, я был несколько шокирован, возможно, отчасти это объясняется странными погодными условиями того дня, когда присмотрелся к застывшему лицу манекена. Опять-таки не исключено, что я подсознательно стремился найти сходство между мисс Локер, твоей сообщницей, знает она об этом или нет, и фигурой в витрине. Вероятно, ты догадываешься, какую особенность имели, как мне показалось, глаза манекена, черту, которую, по твоим расчетам, мне надлежало воспринять, как некоторую влажность этого неподвижного взгляда. Кому в среду выпал срок, тот познает тяжкий рог. К сожалению, у меня не было времени окончательно убедиться в верности своего наблюдения, поскольку в этот момент начался средний сил ливень. Я бегом бросился к ближайшей телефонной будке, где меня так и так ждали кое-какие дела. Выудив из памяти номер модного магазина, я позвонил туда во второй раз. Это было несложно. Несколько сложнее оказалось подделаться под тебя, тонкоголосая любовь моя, и спросить, отправили ли уже из бухгалтерии магазина ежемесячный счет на мое, то есть твое имя. Судя по всему, моя имитация удалась, так как голос в трубке напомнил мне, что я уже оплатила все последние расходы. Ты поблагодарила продавщицу за информацию, извинилась за забывчивость и попрощалась. Наверное, надо было спросить у девушки, не она ли наряжала манекен в витрине под мисс Локер, хотя все могло обстоять и наоборот, и эта мисс Локер оделась под магазинный манекен. Во всяком случае, я установил явную связь между тобой и магазином. Казалось, у тебя везде могут быть сообщники, и признаться честно, в той тесной телефонной будке меня одолела легкая паранойя. Когда я, сломя голову, кинулся к своему седану, дождь припустил ущи прежнего. Слегка намокнув, я некоторое время сидел в машине и протирал очки носовым платком. Как было сказано, у меня началась легкая паранойя, и дальнейшее это подтверждает. Сидя без очков, я как будто бы что-то увидел в зеркале заднего вида. Зрительная беспомощность в сочетании с лаустрофобией от пребывания в машине с залитыми дождем стеклами спровоцировала во мне кратковременный, но совершенно отчетливый приступ паники. Естественно, я быстро надел очки и убедился, что на заднем сидении ничего нет. Суть, однако, в том, что мне пришлось проверять это, чтобы снять спазм тревоги. Ты добилась своего, дорогая, заставив меня пережить мгновение я ужаса, и в это мгновение я также стал твоим сообщником в заговоре против себя. Браво! Ты и вправду своего добилась, при условии, что мои заключения в основе своей верны, даже в большей степени, может, чем думаешь, и рассчитывала. Теперь, сделав это признание, я могу перейти к истинному предмету этого письма и весомому поводу, стоящему за ним. Это уже в гораздо меньшей степени связано с Эл Локер и в большей с нами, драгоценная моя. Прошу тебя проявить сочувствие и прежде всего терпение. в последнее время я чувствую себя нехорошо и причина тебе прекрасно известна. Эпизод же с Мисс Локер отнюдь не поспособствовал более полному взаимопониманию между нами и только усугубил ситуацию. Меня каждую ночь терзают жуткие кошмары. Это меня-то! И они напрямую обусловлены благонамеренным, я благою, воздействием, которое оказали на меня ты и мисс Локер. Я опишу один из этих кошмаров и, соответственно, их все. Больше о сновидениях не будет, обещаю. Во сне я сижу у себя в спальне на расстеленной кровати и одет в пижаму. Ах, неужели ты так ее никогда и не увидишь? Через окно в комнату проникают лучи от уличных фонарей частично освещая ее. Еще, мне кажется, хотя непосредственно я этого не наблюдаю, что свет также исходит от целой галактики созвездий, мертвенные сияния, которые неестественно выбеливают всю верхнюю половину дома. Мне надо в туалет, я сонно плетусь в коридор и там меня ждет потрясение всей жизни. В выбеленном проходе, не могу сказать, взяли там светом, потому что похоже, скорее, будто все покрывает какой-то очень мелкий люминесцентный порошок, тут и там валяются эти штуки. На полу, на верхней площадке лестницы и даже на самой лестнице уходящие более темные пространства. штуки это люди, одетые куклами или куклы, одетые под людей, которые одеты под кукол. Помню свое замешательство на этот счет. Но будь это люди или куклы, все головы уже повернуты в мою сторону, когда я выхожу из спальни, глаза их сияют в белом мраке. Парализованный, да, ужасом, я лишь отвечаю неподвижным взглядом, гадая, а не сияют ли мои глаза точно так же. Затем одна из человека кукол, сутуло привалившаяся к стене слева от меня, поворачивает голову на негнущейся короткой шее и смотрит мне в глаза, что хуже она заговаривает. И ее голос, ужасающее кудахтанье, пародия на речь, еще ужаснее ее слова. Стань как мы, малыш, умри в нас. Внезапно я чувствую слабость, как будто из меня высасывают саму жизнь. Собрав все свои двигательные силы, мне удается нырнуть обратно в спальню и завершить сон. потом я с криком просыпаюсь, сердце в груди колотится, как сумасшедший арестант решеткой не успокаивается до утра. Это меня очень тревожит, потому что в исследованиях, связующих ночные кошмары с остановкой сердца, есть доля истины. Некоторым несчастным этот воображаемый инкуб, усевшийся на груди, может причинить реальный ущерб в медицинском смысле, и я не хочу стать одним из них. Ты мне можешь помочь, солнышко. Знаю, ты не хотела доводить до такого, но и защемная шутка, которую ты сыграла надо мной с помощью мисс Локер меня всерьез проняла. Разумеется, сознательно я по-прежнему придерживаюсь намеченной выше критической позиции относительно твоих изысканий, абсурдных в самой основе своей. С подсознательной точки зрения однако ты как будто открыла мне глаза на некий пласт, зону, как наверняка бы поправила ты, необъяснимого ужаса в моем сознании и душе. По меньшей мере я готов признать, что в твоих идеях заложена мощная психическая метафора, но не более, хотя достаточно и этого, правда? Достаточно хотя бы для того, чтобы заставить меня взяться за это письмо, в котором я прошу твоего внимания, поскольку никакими другими способами привлечь его не удалось. Я так больше не могу. Ты имеешь странную власть надо мной, как будто ты и раньше не знал. Пожалуйста, сними с меня свои чары, давай начнем нормальные отношения. Кому вообще какое дело до метафизики незримых сфер? По-настоящему важны не абстракции, а эмоции. Любовь и ужас и истинная реальность, какие бы непознаваемые механизмы ни крутили их шестеренки, да и наши собственные. Полагаю, ты направила ко мне мисс Локер в качестве иллюстрации к твоим самым глубоким убеждениям любовного письма, если угодно. Но что, если я начну признавать странности, связанные с мисс допустим некоторым образом, что она мне только снилась, а значит и моей секретарше, потому что ты ее видела. Допустим даже, что мисс Локер была вовсе не девушкой, а сущностью с множеством я, отчасти человеком, отчасти манекеном, и с твоей помощью какое-то время грезила о существовании, воспроизвела себя в человеческой форме, как мы воспроизводим сами себя в бесконечном множестве образов и обликов всех этих олицетворений твоей плоти. Тебе хочется, чтобы я думал о таких вещах, о таинственных связях между всем, что есть в этом мире и других мирах. Ну и что, если они есть? Мне плевать! Забудь про другие я. Забудь про взгляд на жизнь от третьего, четвертого, энного лица имеют значение только первое и второе я и ты. И во что бы ты ни стала забудь про сны. Лично я уверен, что я не сон. Я настоящий доктор. Ну как приятно, когда тебя обезвечивают. Так что будь так добра признать мое существование. сон. Сейчас уже заполночь я не ложусь. Боюсь, что опять переснется кошмар. В твоих силах избавить меня от этой участи, если того пожелает твое сердце. Тебе лучше поторопиться. Наше время истекает любовь моя, как для меня истекают последние минуты бодрствования. Скажи, что для нашей любви еще не слишком поздно. Прошу, не разрушай всего. Ты лишь сделаешь больно сама себе и вопреки твоей возвышенной теории мазохизма ничего божественного в нем нет. Так что довольна твоих чудных психических иллюзий. Будь проще. Будь умницей. Как же я устал. Говорю доброй ночи, но не до свидания, мой неразумный возлюбленный. Спи своим одиноким сном и грейся множестве других. Они тоже часть тебя, часть нас. Умри в них и оставь меня в покое. Я приду за тобой позже и ты навсегда останешься со мной в своем особом уголке, как когда-то моя маленькая Эми. Этого ты хотел, это и получишь. Умри в них. Да, умри в них, простачок, дурак, любовник, глупенькая куколка. умри с прекрасным ярким сиянием в глазах. вы слушали рассказ Томаса Легонти, сон манекена в переводе Владислава Женевского. Спасибо. по традиции небольшой перерыв, после чего второй рассказ. И напоминаю, это будет рассказ Андрея Дашкова плата за проезд. Подзаголовок посвящается зайцам. Пойдем? Дорогие друзья, извините, это было очень громко даже для меня. Мы продолжаем, просим всех вернуться в зрительный зал. Вверх. 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 Продолжение следует... 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 При этом Дэй чувствовал, что за стеклянной стеной таится страх, такой же неиспыльный, постыдный, неуничтожимый страх, какой испытывает он сам. Ощущение зыбкости существования, беззащитности, одиночества преследовали каждого в его стеклянном доме, даже если дом этот был выстроен не на песке, а на незыблемой скале веры. Дэй верил. Его вера порой находила странное воплощение в примитивных предметах, например, в фотографии жены. Бухгалтера можно было заподозрить в дешевой сентиментальности. Он храбро плевал на то, как это называется. Он разговаривал с фотографией, ему становилось легче. Намного легче. Для чего еще нужна молитва, если не для того, чтобы становилось легче? Вот он и молился на свой собственный незамысловатый лад. Чтобы сегодня принесло, чтобы подземный прошел мимо, и чтобы вечером вернуться, непременно вернуться в маленькую квартиру, к вещам еще более хрупким, чем жизнь. С возрастом его молитвы становились однообразно иступленными. Бухгалтер погрузил ступни в домашние тапки, прошлепал в туалет и долго стоял над унитазом, выдавливая мочу. Аденома предстательной железы. Этот диагноз казался отдаленной и довольно абстрактной угрозой по сравнению с тем, что могло произойти в любой день. Например, сегодня. А правда? Почему бы не сегодня? Спросил себя Дэ. Почему я... Нет. Почему мы все так уверены, что не сегодня? А если и сегодня, то не с нами. За себя он мог ответить. Ну, во-первых, он помолился. И, во-вторых, теория вероятности была за него, убеждала всей фальшивой тяжестью пустотелых нулей, стоящих после запятой, и ничтожностью дистрофичной единицы, прилепившейся в самом конце шеренги. Потом бухгалтер Дэ тщательно побрился, отчего-то вспомнив о неком средневековом позере, который пожелал перед казнью, чтобы его побрили, подстригли и переодели во все чистое. Должно быть, голова бедняги выглядела просто здорово, когда палач вынул ее из корзины. Чуть позже скромным воображением бухгалтера завладели немецкие офицеры, с просмотренным в недавно старого фильма, непременно брившиеся перед боем и орошавшие себя хорошим одеколоном. Дэ оросил себя хорошим одеколоном. В зеркале отразилось желтовато-бледное лицо со впалыми щеками, плохими зубами и бесцветными глазами, взиравшими на мир бесстрастным взглядом рыбы, засыпающей на берегу. Хорошее лицо. Незаметное. Под ним дряблые шеи и тощие туловища. А если посмотреть ниже, то можно увидеть кое-что не слишком впечатляющее под тканью просторных спортивных трусов и обильно покрытые рыжей шерстью ноги. Чертов хоббит. Хмыкнул Дэ нелишенной способности к самоиронии и трезвой самооценке. Он, безусловно, не красавец и менее чем средний любовник. Слабо верилось, что какая-нибудь не слишком уродливая крошка будет сражена на повал. Но в тот день Дэ собирался пустить в ход свое тайное оружие. Он даже выбрал объект приложения усилий. Была пятница, а значит, впереди замаячил уикенд. Пятница – прекрасный день, особенно для тех, кому удастся его пережить. Настроение у бухгалтера было приподнятое. Он надел свой лучший костюм. Сегодня он, наконец, пофлиртует с Зе. Он даже придумал первую фразу и два варианта второй, в зависимости от того, какой будет реакция Зе на первую. Единственное, что не было предусмотрено в его плане соблазнения – это тупое ответное молчание. Дэ верил не только в действенность молитв. Он верил в себя и в свой скрытый шарм, который могли разглядеть только чувствительные и тонкие натуры. С Зе, по его мнению, относилось именно к таким. Бухгалтер вернулся в комнату, его бледные пальцы паучьими лапками пробежались по корешкам компакт-дисков. Дэ врубил гаражный рок. По утрам он непременно слушал что-нибудь грубое и энергичное. Это был завтрак для его изношенных нервов. Клин-клином вышивают. Дэ выматерился вместе с рычащим вокалистом, после чего послал в задницу свою девку, а заодно мамашу учителя, папа, судью и президента. Всех! В задницу! Вот так-то! Ощутив себя экс-бунтарем, переболевшим детской болезнью левизны, он отправился на кухню, сунул в микроволновку прыщавого цыпленка с отрубленной головой и приготовил себе настоящий завтрак. Не слишком калорийный, но вкусный завтрак, который Дэ смаковал минут 15, стараясь не пропустить через границу сознания мыслишку шпиона. Что-то вроде... А вдруг в последний раз? Глупая мнительность, ничего более. Математика была за него. Однако Дэ все-таки боялся того, что могут сотворить с человеком самовнушение и своеобразные вибрации, очень похожие на трусливую дрожь душонки. Эдакие запретные мантры на выворот, притягивающие зло и смерть. Что бы он делал дома по утрам, когда еще не высох ледяной пот на лице, если бы не оглушительная музыка, заполняющая ужасные, зияющие пустоты в пространстве и во времени? На улице и в подземке ему становилось легче. На улице и в подземке он, по крайней мере, был не один. Бухгалтер Дэ, законопослушный гражданин, идентификационный номер такой-то, покорно брел среди человеческого стада. День выдался хоть куда. Над городом поднималось солнце, особенно весело поигрывая лучами на новенькой колючей проволоке, солнечные зайчики вспыхивали повсюду, но не слепили. Бухгалтер предусмотрительно надел солнцезащитные очки. Это были очень темные очки. По правде говоря, попадая в тень, Дэ мало что видел первую пару минут. Например, в подъезде дома или в подземке он двигался практически на ощупь, но очков не снимал. В этом не было смысла. В подъезд он с детства знал, как свои пять пальцев, а в подземке его несло течение. «Главное правило — не сопротивляться. И река из тысяч тел доставит тебя туда, куда нужно». «Кому нужно?» Таких вопросов Дэ старался себе не задавать, чтобы лишний раз не расстраиваться. Кроме того, в очках он чувствовал себя гораздо увереннее, чем без них. Он мог разглядывать кого угодно, а его глаз никто не видел. Не поймешь, куда направлен взгляд. Обладатель очков мог дремать, опустив веки, или быть слепым. Очки казались бухгалтеру смехотворной броней, но это лучше, чем никакая. Впрочем, вокруг и так было слишком много черных стеклянных глаз, иллюминаторов. Порой Дэ воображал себя маленькой одноместной подводной лодкой, лежащей на дне или пробирающейся на самом малом ходу среди враждебной армады. И еще он понимал, что ему не суждено всплыть. Никогда. Слишком много темных очков. Поэтому признак у станции подземки напоминал о солярии или горнолыжный курорт. И о соляриях, и о горнолыжных курортах бухгалтер знал только понаслышке. Может быть, когда он выйдет на пенсию, он позволит себе... Дэ вяло усмехнулся и тут же спохватился, украдко и зыркнул по сторонам, не заметил ли кто его странной улыбки. Проходя мимо отключенных турникетов, он, как всегда, бросил взгляд на огромный плакат, висевший над косо уходивший вниз на рой эскалаторов. На плакате была изображена полуобнаженная, двусмысленно улыбающаяся и лукаво подмигивающая подземная, а под ней имелась броская надпись. За все надо платить! Справедливости этого тезиса бухгалтер Дэй нисколько не сомневался. Вот только таких симпатичных подземных, как изображенные на плакате, он ни разу не видел. Работая в департаменте энергетики, он лучше многих других жителей, был осведомлен о том, каким образом город рассчитывается с подземными, за транспортные услуги и чем мутанты, в свою очередь, платят за электроэнергию. Ну а тем, что происходило в самих поездах, можно было пренебречь. Восемь миллионов голов статистически устойчивая величина. Небо и солнце скрылись от бухгалтера за толстым слоем земли и бетона. Теперь впереди были только красноватые огни ламп, освещавших перрон. Поговаривали, что подземным нравится красный свет, и что они частично видят в инфракрасном диапазоне. Тепло человеческого тела. Вечная прохлада подземелья. Дэй невольно поюжился и попытался представить себе, каково это – видеть размытые и обезличенные пятна вместо людей и животных. С другой стороны, такая физиологическая особенность частично избавляет от моральной озабоченности. Но что Дэй мог знать о морали мутантов? Сам он с удовольствием сожрал цыпленка на завтрак, но вряд ли сумел бы лично отрубить курицу голову или тем более зарезать теленка. Бухгалтер увидел, как толпа на перроне начинает дробиться, как образуются островки, перемычки и рукава. Поезд ворвался на станцию с мощным ревом, и тошнотворный ветер из туннеля заставил Дэ поморщиться. Ветер принес запахи. Пахло не только дохлятиной, сыростью, горелой резиной. Пахло еще чем-то невообразимым и всегда одинаково. И этот же запах преследовал бухгалтера в еженочных кошмарах. Во сне Дэ точно так же морщился и воротил нос, но эскалатор неотвратимо нес его вниз. Хоть во сне, хоть наяву. В обоих случаях бухгалтер не мог постичь, что заставляет его самого и еще сотни тысяч людей подвергать себя каждодневному риску. Загипнотизированные кролики. Завороженные смертью. Красивая фраза и не более. Если честно, Дэ знал о себе. Он слишком робок, чтобы умереть свободным, и слишком цивилизован, чтобы сдохнуть голодным и вшивым на городской помойке. Но если не хочешь умереть так, тогда в один прекрасный день за тобой приходят они. Подземные. А пятница, чем не прекрасный день. Сопротивляться? Бороться? Нельзя сказать, что он не помышлял об этом. Не таким уж он был жалким существом. Скорее, благоразумным. Прежде у него возникали соответствующие порывы и чувства протеста, заставлявшие махать кулаками наедине с собой и строить угрожающие рожи перед зеркалом. Но однажды он увидел, к чему приводит сопротивление. Это случилось во время утренней поездки. Какой-то человек бросился на подземного с кулаками. И что же? Он успел ударить мутанта всего лишь два раза. Тот почти не пострадал. Утер зеленоватую слизь, выступившую из носа, и продолжал работать, как ни в чем не бывало. Зато досталось тому бедняге, который осмелился нарушить заведенный порядок. Пассажиры, стоявшие рядом, тут же побисли на нем и скрутили, словно сумасшедшего. Дэна всю жизнь запомнил, как тот здоровенный мужик плакал от ненависти и бессильной злобы. Кажется, он еще орал «Рабы! Бараны! Подонки!» Бестолково. Какой-то плюговый очкарик пытался урезонить бунтаря. Мол, если тебя выбрали, то будь любезен. Толпа поддержала плюгавого словесно и кулаками. Дэ запомнил еще кое-что. А именно лица людей, стоявших рядом с ним. На всех без исключения появилось выражение жуткого счастья. Тогда это потрясло его, но если вдуматься, то чему удивляться? Ведь остальные пассажиры получили отсрочку, гарантию, что их не тронут, по крайней мере, до следующей поездки. А какой-то поганец посмел подвергнуть риску их драгоценной жизни. «В морду ему! В морду! И сжите его, скандалиста! Проклятый анархист! Враг государства! Проучили его! Морду разбили до крови! Вот это правильно! Теперь отдайте его подземному, чтоб другим было неповадно!» В общем, бухгалтер извлек урок и с тех пор больше не дергался. Даже в мыслях. Что у него оставалось? Как назывался тот источник, из которого он черпал силы жить? Все даже слепая вера. Тем временем толпа штурмовала вагоны. В последнее время подземные сократили количество поездов. Возможно, вы торговывали лучшие условия, а возможно, просто не справлялись с обслуживанием сложного подземного хозяйства. «Еще бы!» – злорадно усмехнулся Депра себя. «Это вам не плату собирать!» Он бросил взгляд на часы. У него был достаточный запас времени. Он не опоздает, если вообще доедет. Бухгалтер решил дождаться следующего поезда и принялся анализировать счастливые и дурные приметы. У него их скопилось множество. Например, громадное значение имел номер поезда. Дэй ни за что не садился в тринадцатый, восьмой или шестой. В шестьсот шестьдесят шестые по этой ветке не ходили. И это не глупые суеверия. Просто бухгалтер занимался аутотренингом. Он разглядывал людей за окнами вагонов, насколько позволяли темные очки. Счастливчики, севшие в тринадцатый поезд и теперь прозевавшие рты в немом крики, выглядели, по мнению Дэй, какими-то полузадушенными. Однако, как бы ни было тесно в вагоне, когда на одной из станций войдет подземный, для него всегда найдется местечко. И не только местечко, а целый коридор, по которому он медленно двинется, распространяя перед собой волну непередаваемого запаха и заставляя сердца пассажиров испуганно трепыхаться. Его налитые кровью глазки будут внимательно всматриваться в лицо каждого, каждого. И не останется ни одного человека, который не ощутит прикосновения влажного, покрытого слизью пальца. Несмываемая метка будет держаться несколько часов, пока не испарится последняя молекула вещества из желез мутанта. А затем... Затем игра начнется по-новой. В этой игре невозможно выиграть. Бухгалтер Д, заведомо непроходная пешка, надеялся хотя бы продержаться на поле подольше. Опустевший перрон снова начал заполняться. Ничего не поделаешь. Час пик. Дэ с тоской глядел в черную дыру туннеля, ожидая, когда вспорхнут обрывки газет и зловеще зашевелятся волосы на голове. Очки мешали ему различать детали. Он видел только бездонный колодец, а рядом силуэты людей, освещенные красноватым, сочащимся светом. Этот свет превращал перрон в декорацию преддверия ада. В аду не жарко, в аду прохладно и сыро. В этом Д был безосновательно уверен. Так же, как и в том, что бомба в одну воронку дважды не попадает. Воронка — это, конечно, его семья. Ну а бомба... Кто-то толкнул его в спину, и он оказался в опасной близости от края перроны. Тут же взвылась сирена предупреждения. Внизу узкло блестели рельсы, между ними вода. Слишком много воды. Когда-нибудь этот проклятый туннель заварит к чертовой матери, — сказал себе Дэн. Вот и ладушки. Разом похороним всех подземных ублюдков. А я? Меня в это время в туннеле не будет. Пронесет, как обычно. Я везучий. Сирена взяла более высокий тон. Дэн поспешно попятился, вжимаясь в аморфную человеческую массу, которая чуть был не отторгла его. У бухгалтера появились плохие предчувствия. Он начал озираться в панике и даже попытался пробиться к выходу. Бесполезно. Толпа держала его, как упругая стена, внутри которой теплилась безразличная жизнь. А потом решимость растаяла, ушла. Вдруг сегодня не пронесет. Сделай так, чтобы сегодня пронесло. Пусть мне повезет. Он обращался к той, которой когда-то не повезло, и от которой осталась только одна фотография. Все было, как всегда, во сне. Стихающий рев, слабенькая ударная волна, чьи-то локти, туфли, прически, сумки, опять же темные очки бухгалтера Дэ внесли в вагон. Он вяло и обреченно подергался, выбирая местечко поуютнее, где толпа не так сильно стискивает грудь. Прямо перед его глазами оказалась реклама джинсов, но он различал лишь синее пятно на сером фоне. Двери с шипением закрылись. Надтреснутый голос объявил следующую станцию. Поезд начал набирать ход, и когда он разогнался до определенной скорости, мелькающие за окном полоса сложились в грозное предупреждение о необходимости оплатить проезд, который Дэ знал наизусть, так же, как и все остальные пассажиры. Знал. И тем не менее, ежедневно, за исключением выходных, совершал две поездки туда и обратно. Что это, статные чувства? Или потребность выработки адреналина? Эдакий заменитель азартных игр и всех опасностей минувших эпох. Задавая себе эти и гораздо более изощренные вопросы в течение 20 лет подряд, бухгалтер успел найти на них множество ответов. Однако не менялось главное. Сегодня он снова ехал в поезде подземки и в лужице чего-то холодного и вязкого плескалось у него в желудке. Если честно, это вещество называлось страх, и Дэ не мог переварить его за всю свою жизнь. Он начал гадать, на какой станции войдет подземный и будет ли это тот самый неприятнейший из всех, тип со скошенной челюстью, свиным рылом и прилизанными волосами мышиного цвета, напоминающими шерсть таксы, который особенно пугал бухгалтера. Мутант был огромных размеров, красномордый, по всей видимости, чудовищно сильный, и, как казалось, Дэ, урод имел что-то рудиментарно личное против низкорослых любиков-интеллигентов, вроде служащего департамента энергетики. А может быть, наоборот, подземному нравились такие типы. В одной руке мутант всегда держал сумку, самую обычную сумку из непромокаемой ткани с наклейкой Subway is Hardway. А в сумке той лежали. Дэ знал, что там лежало. Но и о таких вещах лучше не думать. Когда маленькие поразьячьи глазки подземного останавливались на бухгалтере, тот испытывал острейшее желание «нет, конечно, не провалиться сквозь землю, он и так находился в двадцати метрах под землей», да и испытывал нестерпимое желание бесплотным призраком спорхнуть им вверх к открытому пространству и солнечному свету. В такие секунды собственная тупая покорность казалась ему величайшей, абсурдной, непростительной и неизбежно наказуемой глупостью. Он давал себе клятву, что если пронесет, то никогда, никогда, никогда больше. Но как только взгляд подземного перемещался на следующего пассажира, благие намерения Део улетучивались как дым, и возоклестывала волна пьянящей, сумасшедшей, примеряющей радости. Это была радость существования в чистом виде, потому что больше радоваться было нечему. Он продолжал дышать и подышать еще как минимум до вечера, только и всего. С громадным трудом Део удавалось сдерживать рвущуюся наружу улыбку и облегченный вздох. Из-за темных очков он не видел, как разглаживаются лица тех, кто случайно оказался рядом с ним, и как напряженно каменеют стоящие дальше по проходу. И только дважды он был непосредственным свидетелем процедуры оплаты. В первый раз, когда толпа усмирила анархиста, второй раз несчастье случилось с его женой. Део зажмурился, чтобы не заплакать. Со стороны похоже было, что он собирается чихнуть. Еще одно преимущество очков. Чувство вины до сих пор пряталось в уголке сердца, покусывая изредка и уже не больно, как состарившаяся шапка. Тогда в тот печальный день он ничего не сделал. А что он мог сделать? Только продолжать любить свою жену. И он продолжал. После нее у нее не было ни одной женщины. Одиночество не заставляло ему особых хлопот. Он привык. Он не испытывал потребности в виртуальном сексе, не имел друзей, не держал электронного песика и отказался от клонирования. Относительно намеченного флирта Зе совесть не мучила бухгалтера Де. 20 лет достаточный срок для Траура не правда ли? Он честно соблюдал приличия. Ну а тогда в тот день его жена была пышной особой. Некоторые что там некоторые скажем прямо многие находили ее весьма аппетитной булочкой. Кое-кто считал, что она слишком хороша для худосочного ничем не примечательного бухгалтера. Но они действительно любили друг друга. Он навсегда запомнил ее прощальный взгляд, обращенный к нему растерянный и полный телячьего недоумения. Лучше бы она кричала. Ему хотелось думать, что именно этот взгляд парализовал его. Во всяком случае, он не двинулся с места. Он не сомневался в том, что все остальные телята будут стоять и молчать, ожидая своей очереди и надеясь, что принесет. У него не было к ним ни малейших претензий. Он жалел их всех почти так же сильно, как жалел самого себя. тя... поезд подъезд подходил к станции. Грозное предупреждение, подрагивавшее за окнами, распалось на бессмысленную через полосицу, напоминавшую штрих-ходы. Этот зрительный эффект мог послужить и косвенным подтверждением иллюзорности всего остального мира. Снаружи в окнах вынул багровый свет, показавшийся Дэй ярким по сравнению с полумраком, царившим в вагоне, будто в старинной фотолаборатории. Огромная консервная банка на колесах выдавила из себя дохлые струйки и выбрала очередную порцию человечины. Подземного нигде не было видно, значит гарантированы еще три минуты напряженного ожидания и нарастающего страха. Игра в кошки-мышки продолжается, только мышки и не думают прятаться или убегать. Они сами приходят в мышеловки. Их очень много, и жизнь каждой в отдельности ничего не значит. От вынужденного безделья бухгалтер Дэй попытался складывать в уме четырехзначные числа. Однако беспокойство не давало сосредоточиться, пронизывало все вокруг гнилым туманом, в котором увязали робкие птички мыслей. Птички с подрезанными крылышками. Учащалось сердцебиение. Два-три перегона, казалось бы, какая разница? Рано или поздно подземный все равно войдет в вагон. Так чего дергаться раньше времени? Но нервишкам не прикажешь, особенно если они давно превратились в белые нитки. Дэй терзал их каждую ночь и каждый день. За вычетом уикендов добавил бухгалтер, любивший точность во всем. Кстати, насчет уикенда. Хорошо бы пригласить Зэ к себе, скажем, в это воскресенье, но тогда придется ее провожать, а это означало еще две поездки на подземке. Стоит ли искушать судьбу? И ради чего? С его аденомой ему не нужна женщина, ему нужно, чтобы его поняли. Он хотел всего лишь поговорить с кем-нибудь по душам впервые за 20 лет. Бухгалтер прикидывал и взвешивал шансы. Вместо одной стотысячной, две стотысячные. Много это или мало? Ничтожно мало, если речь идет о вероятности попадания в лоб конкретной капли дождя, и кажется достаточно много, если на карту поставлена жизнь. Подземный не появился. Пока. На следующем перегоне Дэй решил, что будет держаться от Зэ подальше. Станция Бухгалтер Дэй сразу же увидел на перроне мутанта. И как назло, того самого здоровенного урода. Не заметить его было трудно. Вокруг подземного образовалась свободная зона, и он торчал, как памятник, уставившись взглядом в отдаленную точку. Обманчивое безразличие. Несмотря на то, что народу было много, никто не вошел с подземным в аду дверь. Это не обидело его, нет? Напротив, по скромному мнению Дэй, мутантов подобное наивное поведение пассажиров забавляло. Дэй доставляло изысканное удовольствие. Дэй оказался метров за восемь от подземного. Толпа начала спрессовываться, вжимаясь в стенки вагона и образуя коридор. Чутких ноздрей бухгалтера коснулся знакомый запах слизи, и ноги тут же стали ватными, а пылынья в желудке затянулась корочкой льда. Где-то над нею раздувался шарик, придавивший диафрагму и создавший мерзкое ощущение потери веса. Этот шарик готов был вот-вот лопнуть и разбросать личинки, пожиравшие Дэй изнутри. Ближе, ближе. Запах все сильнее. Появляется обморочная пелена. В паху все превращается из цемента в губку, которая не протекает только потому, что бухгалтер с утра ничего не пил. Подземный затви человека до него. В руке неизменная сумка, повергающая Дэй в ничем не сравнимый трепет. Глазки мутанта пристально, подолгу всматриваются в каждое лицо. Напоминаем о необходимости оплатить проезд. Зачем я здесь? Мамочка, спаси! Дэй сжимает челюсти добротивного хруста за ушами. Надо держаться во что бы то ни стало, не привлекать к себе внимание, не дать предательской дрожи появиться снаружи. Кажется, с лицом все в порядке. Пусть внутри все трясется на лицо, гипсовая маска, выражающая спокойную уверенность. Со мной ничего плохого случиться не может. Или еще лучше, я уже заплатил. Сполна. Вы взяли мою жену. Мутный взгляд подземного переместился на соседку бухгалтера. Даже сквозь темные стекла Дэй мог рассмотреть каждый прыщ на плохо выбритые грожи мутанта. Слишком медленно двигается тварь, слишком долго рассматривает женщину. Дэй отчетливо понимает, что когда-нибудь не выдержит и сорвется. С ним случится истерика, и он совершит последнюю глупость, и это будет совсем не героическая глупость. Подкашиваются ноги. Кажется, капля мочи все-таки осталась в пузыре. А как же аденома? Не потеть. Господи, только бы не вспотеть. Предательские струйки побегут по вискам, зальют глаза, заставят моркать. Ух, этот запах. Пальцы мертвой хваткой, вцепившиеся в поручень, белеют и становятся похожими на отбитые ручки фаянсовых чашек. Вы взяли мою жену, отвяжитесь от меня, черт бы вас поврал! Да и кажется, что он проскулил это вслух. Слава Богу, только кажется. В этом мгновении он встречается с подземным взглядом и обмирает. Мыслей больше нет. Время останавливается. Тело застывает глиняным големом. Кожа холоднее окружающего воздуха. Может быть, это и есть спасение, если в инфракрасном диапазоне Д исчезает, превращается в невидимку, в ничто. Какая глупость, какая глупость внезапно лезет в голову, значит, голова уже не пустая. Это от радости. Радость взрывается фонтаном, пробивает унылую кишку туннеля и достигает небес. Пронесло, пронесло! Бухгалтер Д ликует. Вдруг подземный останавливается и делает полшага назад. А в его сумке что-то звякает. Воссиявшее было солнце мигом меркнет. Затмение. Бухгалтер Д чувствует себя раздавленным, уничтоженным, стертым в пыль. Несчастным, обманутым дураком, тараканом на раскаленной сковородке, попугаем, засвернутой шейкой, слепым котенком, которого топят в мешке вместе со всем выводком. И воздуха осталось на один дох. Но оказывается, что подземный всего лишь хочет получше разглядеть толстую, низкорослую бобенку, прилепившуюся к самой двери. Что ты там делаешь, глупенькая? Напрасно суетишься, за узкой спиной бухгалтера не спрячешься. Д возвращался домой. Возвращаться всегда было чуть полегче, ведь обратной поездке не предшествовал утренний кошмарный сон. Вдобавок, Д слегка отупел после напряженной работы. Накопившийся за пять дней усталость дает о себе знать, если человеку уже далеко не 30 лет, и он так давно не был в отпуске. Бухгалтеру хотелось поскорее войти в свою уютную квартирку, надежно запереться, задернуть шторы, включить музыку и успокоиться окончательно. К воскресенью он должен восстановить силы. Он все-таки решился и назначил Зе свидание. И что самое приятное, он почти ничем не рисковал. Отпала необходимость куда-либо ехать. Зе оправдала его надежды. Она оказалась тонкой, понимающей натурой и пообещала, что приедет к нему сама. Прекрасно. Надо будет сводить ее в счастливую семерку. В этом приличном заведении, расположенном в двух шагах от его дома, Дэ когда-то познакомился со своей женой. Итак, изысканный ужин в семерке, а потом... Бухгалтер предавался безвредным фантазиям. Это занятие его нисколько не возбуждало, а наоборот расслабляло. Он представлял себе все, что произойдет потом в самых общих чертах. Детали ни к чему. Детали только мешают. Чем хороши солнцезащитные очки в тени, так это тем, что скрадывают недостатки и язвы реальности. Кажется, все хорошо. Прекрасный выдался денек. Наверху догорало солнце, и в теплом воздухе витало предчувствие... Бухгалтер Дэ не смог определить, чего именно. Когда в вагон вошла подземная, Дэ невольно сжался, стараясь стать незаметнее. Она была до неправдоподобия, похожа на ту подмигивающую симпатяшку с плаката. На мгновение ему показалось, что он спит. Пройдет секунда липкого ужаса, и он проснется. Всего лишь секунда. Разве это такая уж высокая плата за проезд, за возможность заработать себе на кусок хлеба, обеспечить свою никчинную жизнь? Подземная остановилась перед ним. Дэ вообразил, что сумка в ее руке шевелится сама по себе. Нелепый образ промелькнул в мозгу, и бухгалтер чуть было не захихикал. Истерически. Ему представилось, что в сумке у подземной лежит мешок со слепыми котятами, надежно завязанный и приготовленный для утопления. Котята живы, но почему-то молчат. Раньше Дэ не позволял себе подобных вольностей. Неужто сценарий двадцатилетнего кошмара наконец слегка изменился, самую малость? Но кто переписал его? Дэ молил Бога, чтобы происходящее действительно оказалось сном, чтобы в следующее мгновение он снова проснулся в холодном поту, обнаружил отвратительно холодные следы слюней на подушке и услышал собственный стон. Но он не проснулся. «Ты?» Ласково сказала подземная, ткнув в него влажным, покрытым слизью пальцем. Затем она расстегнула молнию на сумке «Subway is Hardway» и достала большой резиновый мешок с трафаретной надписью «Собственность метрополитена», а также электрический нож, чтобы отрезать бухгалтеру голову. Сокровеннейшее желание бухгалтера сбылось. Вскоре бесплотным призраком он выбрхнул из туннеля в открытое пространство к солнечному свету. Спасибо. Это был рассказ Андрея Дашкова «Плата за проезд». Надеюсь, все доедут до дому в метро благополучно. Огромное спасибо всем, кто помогал нам сегодня сделать то, что мы сделали. Давайте начнем с изображения. Алекс Бунис, диджей Михаил Габович, диджей Андрей Эдисон, который сегодня просто сделал невозможное, осуществив подготовку всего этого мероприятия. Наш литературный редактор Сергей Чекмаев и, конечно, авторы сегодняшних рассказов. Всем огромное спасибо. И вам, разумеется, что вы пришли сюда сегодня и, наверное, придете к нам в следующий раз. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok